Законопроект позволит застройщикам предоставлять землю для возведения домов. Таким образом, строители могут получить участок без торгов и по минимальной арендной стоимости. В чем особенность и отличие именно этого закона, он не предусматривает бюджетного финансирования. Мы за счет земельного ресурса, используя его, будем решать проблему дольщиков. Администрация Благовещенской и Благовещенского района сейчас занимается поиском подходящих земельных участков. К примеру, в селе Чигири много заброшенных садоводческих территорий. Районным чиновникам поручили проработать этот вопрос. Работа очень большая, работа архивная, потому что где-то порядка 25 лет назад эти земельные участки предоставлялись, некоторых собственников нет, поэтому нужно очень ювелирную работу провести, чтобы не пострадали и существующие собственники. Ну и, конечно же, этот вопрос давно стоит вовлечение в оборот участков, которые сейчас не используются. В свою очередь, застройщики заинтересованы в предоставлении земли и сами готовы помочь в поиске необходимой территории. Программа выглядит реальной, применительной для нашего региона. То есть мы со своей стороны, как застройщик, будем, соответственно, тоже искать подходящие земельные участки, выходить в Минстрой с конкретными предложениями. У нас уже есть как бы проработанный земельный участок, мы его запросим, дальше будет видно, как на наш запрос реагирует уже. Новый закон приняли в октябре этого года по инициативе областной прокуратуры. Для Преамурия это совершенно новый опыт, однако подобные меры уже применяют в других регионах страны. Понятно на сегодняшний день, что она частично снята теми действиями правительства, которые приняты по выплате денежных средств, но она решила часть проблем, часть проблем эти остались. Поэтому любой законный метод решения проблем дольщиков правительством принимается, и мы готовы к сотрудничеству. С обманутыми дольщиками регулярно проводятся встречи, на которых представители правительства, конкурсные управляющие, рассказывают о проделанной работе. В октябре 2017-го от пострадавших участников долевого строительства начали принимать документы на компенсацию потерянных денег. И уже в декабре первые 17 дольщиков получили выплаты. Между ними распределили 20 миллионов рублей. Эмоции, по-моему, по мне до сих пор видны, эти эмоции. Я говорю, я, по-моему, одна из самых счастливых людей на земле. Поэтому, не знаю, я не знаю, кто какие ощущает эмоции, но у меня это до сих пор выплескивается через верх. Я не знаю, я довольна до безумия. Прием заявлений от граждан на получение денежных средств закончился 1 марта этого года. В общей сложности за помощью обратились более 370 дольщиков. 166 амурчан уже получили денежную компенсацию. Более 160 миллионов рублей. Более 160 миллионов рублей.